Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, дам свои комментарии, вы в том числе можете сделать под видео. Если вы считаете, что такая рубрика приятная, вам нравится, полезная, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Давайте приступим. Я живу в городе Брно. Я выросла в Чехии. Мои родители переехали из Украины, когда мне было 6 лет. Хоть я и владею русским и украинским языками, я достаточно хорошо усвоила европейский менталитет. Четыре года назад я встретила турецкого парня в этом городе Брно, в котором я живу. Тогда я только поступила в университет и была открыта для свиданий. Он приехал в Прагу по делам, оставался еще на пару дней, чтобы осмотреть город. Мы с ним встретились в тендере и пошли поужинать на свидание. Сначала я подумала, что он русский, потому что он дерзкий, высокий, у него светлая кожа. Я была просто шокирована, когда он сказал, что он турок. Мы провели вместе приятный вечер, встретились снова на следующий день. Никакой близости, конечно, между нами не было, так как я не наблюдала за ним, как за мужчиной для свиданий. Я знала, что наше время ограничено. Он через несколько часов улетит домой. С того момента, как он приземлился в Стамбуле, мы поддерживали связь. Он написал мне, что совершил благополучное путешествие. Я ответила, что рада, что он дома, в безопасности. Вот так все и началось. Мы начали переписываться, а потом пару недель созванивались по видеосвязи. А потом он пригласил меня в Стамбул на канун Нового года. Я никогда раньше не была в городе в этом. Мне понравилось наше общение. Я согласилась поехать. Пару слов о нем. Он старше меня на 6 лет, свободно говорит на трех языках, турецком, английском и испанском. Он получил степень бакалавра и магистра. Он провел семестр за границей во время учебы в Испании. В возрасте 24 лет он и его лучший друг основали компанию, которая работает уже 10 лет. Его семья родом из Сиваса, но много лет назад переехал он в Стамбул. Его мать всегда была домохозяйкой. Отец был топ-менеджером международной компании. У него есть старший брат на 2 года, который женат на турчанке и теперь имеют они ребенка. Он никогда не был женат, детей нет, не курят. Иногда он любит красное вино, конечно же, любит мамину долму и манты. Он посетил более 30 стран, потому что у его компании много иностранных клиентов. Возвращаясь к моему первому визиту, мы хорошо провели вместе время. И тогда он жил с родителями и не имел машины, поэтому снял нам квартиру на таксине. Я наслаждалась нашим временем. У него были хорошие друзья. И также я встретила его лучшего друга. Перед поездкой в Турцию я смотрела много видео на YouTube, чтобы узнать побольше про Стамбул. Но особенно про турецких мужчин. О мошенничестве, о культурных различиях и многом-многом другом. Я знала от многих людей, что турецкий парень может быть очень милым, хорошо говорить. Поэтому я не хотела, чтобы меня одурачили или заманили во что-то плохое. Но все было отлично. И через пару недель я снова поехала к нему в гости. На этот раз он познакомил меня со своим братом и его женой. Мы снова хорошо провели время вместе. Я вернулась в Барно. Так как я заканчивала первый курс университета, я хотела на год поехать учиться за границу по программе обмена. Я предложила моему турецкому парню, что я могу приехать по обмену и в Стамбул. Он уже не был так счастлив, так как сказал, что мы еще не так хорошо знакомы, знаем друг друга. Он не уверен, что мне понравится Стамбул, что я должна решать вообще-то самостоятельно. Я видела, что он не в восторге от этой идеи. И поэтому я поехала сначала в США почти на год, а затем на пару месяцев еще и в Германию вместо Турции. Правильное решение, думайте себе, в первую очередь. Молодец. Мы поддерживали связь почти ежедневно. Но я не могу назвать это настоящими прям отношениями, потому что я жила своей жизнью, а он своей. Мысленно наша связь была и остается очень крепкой. Однако расстояние не позволяло нам качественно проводить время вместе лицом к лицу. Когда я вернулась из США, мы решили снова встретиться. Я полетела в Турцию. На этот раз он познакомил меня со своей мамой. Отец до выхода на пенсию и возвращения в Стамбул работал в другом городе. Мать показалась мне красивой, энергичной женщиной, головных уборов не носит. Приготовила нам рыбу, мое любимое блюдо, кстати. Я и мой турецкий парень тоже поехали в Бурсу на пару дней, а потом я поехала в Германию на свою учебу. На Германии я влюбилась в другого парня и сказала турецкому, что не хочу продолжать наши отношения, так как сейчас я с кем-то другим. Он это принял, но был обижен. Я это поняла, так как мы тогда с ним разговаривали. Он был обижен в течение одного года. Мои новые отношения начались рано и быстро закончились. С началом пандемии я начала скучать по своему турецкому парню и очень уравновешенный, умный, надежный. У нас было много долгих разговоров о чем угодно. Я всегда называла его «мой немецкий парень», потому что его менталитет далек от романтических стихов и фальшивых комплиментов. Поэтому я знала, что когда он говорит «я тебя люблю», он имеет в виду именно это. Поэтому, что этот человек вообще мало говорит и очень тихий человек. Я начала скучать по нему и позвонила, чтобы спросить, как он. Он ответил, что с ним все в порядке, и мы снова начали разговаривать. Я сейчас остановлюсь. Знаете, что интересно? У турок это такая тема, обратно возобновлять отношения, когда ты с кем-то была, условно, с кем-то спала, по сути, общалась. Это такая тема шаткая, потому что ревности, менталитеты. Хоть он спокойный такой, аля немецкий мой турок, потому что он спокойный, рассудительный, вся история. Но, честно скажу, я бы… Это может, имеет место быть, но припоминания всякие, эмоции, ревности, они периодически будут вылазить. Ну, как бы, не очень такая база для открытых доверительных отношений, о чем будут подозревать, скорее всего. Если вам надоело жить по указке других, испытывать при этом чувство вины, вы разучились мечтать и вообще не знаете, чем заняться, чего хотите от жизни, хотите поднять свою самооценку и научиться, наконец-то, расставлять личные границы без ущерба и вреда для окружающих, тогда вам точно нужно к нам на марафон, который стартует 3 февраля. Хватит соответствовать запросам родителей, мужа, близких, окружающих и жить по их советам, пора иметь свое мнение и свои желания. А что такое эти истинные желания и как их найти? У нас будет 4 прямых эфира в закрытом аккаунте в Инстаграм каждый четверг в 20.00. Все эфиры всегда остаются в записи, вы можете посмотреть их гораздо позже, вернуться к ним или через какое-то время возобновить все эти знания, снова все это изучить. Также у нас будет чат в WhatsApp, собирается группа участников, которые друг друга поддерживают, обсуждается эта тема. Помимо этого будет 7 заданий психологических техник для того, чтобы понять, что такое истинные желания, как их начать слушать, как это отделять от просто шумового мусора, который у нас в жизни вокруг происходит. Начать слушать себя, прислушать, любить себя, поднять себе самооценку и как расставлять личные границы. Вся информация о марафоне у меня в инфобоксе есть с моей почты, пишите просто «хочу» в марафон, и я вам пришлю информацию о стоимости, условиях участия, датах, сроках. Спасибо за внимание, сейчас продолжаем просмотр. В общем, шла неделя за неделей, я вернулась в Германию, из Германии в Брно, так как это мой дом, и ситуация с коронавирусом была непредсказуемой. Также я могла учиться из дома, поэтому не хотела оставаться в Германии. Мы продолжали общаться с турком, решили снова сойтись и поехать отдыхать в Марморис. Мы хорошо провели время вместе и начали говорить о моем переезде к нему. Он, как владелец компании, не может оставить свой бизнес. Сейчас ему 33, а мне 27. На данный момент он уже не живет с родителями, у него есть машина, купил за наличные, открылся еще один у него завод. Он не хочет покупать недвижимость в Турции, так как считает, что страна нестабильная. Логично. И он потеряет деньги на покупки квартиры. Я честно скажу, что навряд ли это какая-то маза, ему не очень что-то там нравится легко, потому что сейчас цены только дорожают на жилье. Наоборот, надо сейчас покупать, потому что дешевле уже точно не будет. Он зарабатывает в евро, поэтому кризис не коснулся его доходов. Даже приумножились, я уверена, в турецких лирах. С финансовой точки зрения я купила в Турцию себе сама билеты один раз. Первый раз, когда я была там. И тогда я объяснила ему, что если он хочет, чтобы мы встречались в Турции, он должен купить мне билеты сам. Тогда я не работала и сказала ему, что мои родители не поддержат мои любовные дела. Так он научился вкладывать деньги в мои билеты. Конечно, рестораны, такси, отели, отпуск, подарки для моей семьи покупает все он. Я сказала ему, что я бедный студент, и у меня нет денег. Во время моих визитов он был мил. В последний раз, когда я была у него, после Мармариса мы ездили на неделю в Стамбул. Он даже дал мне свою карточку банковскую, чтобы использовать, когда он был на работе. Но когда мы не вместе, большую часть времени, он вообще не турок. Надо было устроить скандал, и только после этого он купил мне туфли и духи на день рождения или Рождество. Дело, конечно, не в туфлях и не в парфюме. Я на самом деле уже не студентка и не очень бедная. Но в принципе, я никогда без причины денег не выпрашивала. Но проигнорировать день рождения после четырех лет знакомства, это некрасиво. Я не в статусе жены, поэтому не капризничаю. Но за годы, конечно, накопилось уже восклицательный знак. Я научила его посылать мне цветы, но это тоже стоило мне нервов. Как уже упоминала, сейчас мы обсуждаем мой переезд к нему. Я сказала, что не могу больше продлевать эти отношения на расстоянии, потому что хочу детей и семьи. Он сказал, окей, переезжай ко мне. Он предлагает следующее. Он оплатит аренду питания, расходы на машину, поможет мне избавиться от кредита с моей квартирой в Чехии. В копочках мои родители помогли мне купить квартиру, когда мне было 22. И я ничего не говорила турку до прошедшего года, когда я была безработная и у меня не было денег, чтобы заплатить за квартиру. Я попросила его финансовой помощи. Призналась, что квартира моя, боюсь, что банк у меня заберет за ипотеку. Он помогал мне оплачивать счета в течение двух месяцев, пока я не нашла работу. Он также даст мне карманные деньги. Это 400 евро. Для меня это очень маленькие деньги, так как я привыкла к европейским ценам. Он не просит меня работать. Мы договорились, что я буду домохозяйкой на полную ставку. Я доверяю ему, потому что знаю его 4 года. Если что-то пойдет не так, я могу всегда вернуться домой в Чехию. Однако я боюсь, что не смогу привыкнуть к Турции, к турецкому менталитету. Также я боюсь, что он не даст мне денег, как обещает. Хотя до сих пор всегда выполнял свои обещания. И начнет капризничать, так как у меня там не будет своей семьи и защиты. Так как моя семья будет в другой стране. Очень хочу семью, люблю его. Но никак не могу решиться, что делать. Жить в Европе безопасно. У меня тоже есть хорошая работа в международной компании. Тем не менее, я доверяю турецкому парню. И знаю, что он будет развивать свою компанию. В конечном итоге он будет зарабатывать достаточно, чтобы мы могли хорошо отдыхать и купить дом. Он знает, что я мечтаю о доме. Я также сказала ему, что мы подпишем брачный договор перед свадьбой, чтобы обеспечить мою безопасность. Кроме того, я не хочу, чтобы он подавал заявление на получение чешского гражданства. Потому что я сказала ему, что не буду чем-то пропуском в Европу. Он согласился. Пожалуйста, помогите мне. Видите ли вы какие-нибудь красные флажки? Что бы вы сделали, если бы были на моем месте? Он лжет о чем-нибудь или нет? Спасибо вам большое. С уважением. Что хочу сказать. Все окей, нормально. Чисто ваши страхи личные. Я на что бы акцентировала внимание. Вот одно только могу сейчас сказать. На двух моментах. Если вы работаете в международной компании и есть возможность перевестись на удаленку, я бы посоветовала это сделать. Потому что у вас опасения насчет денег. Деньги это безопасность. Если у вас есть возможность по вашей профессии или остаться в вашей компании и удаленно работать, пожалуйста, не отсекайте сразу эту возможность. Потому что со временем, если вы возьмете большой перерыв, живя в Турции, во-первых, может стать скучно, потом вернуться к этому будет очень трудно. Вы потеряете связи, контакты все равно, навыки какие-то, свои скиллы, что нужно будет прокачивать и так далее. То есть потому что если есть возможность удаленки, не оставляйте. Вы ее бросить всегда успеете. Это ваша будет надега финансовая, пожалуйста. Или может вы поищите какую-то работу по удаленке, по своей специальности, не знаю, чем вы занимаетесь. То есть это первое, на что хотела бы я, скажем так, свое внимание заострить. Ну или хотя бы у вас там квартира, ну сдавайте ее, наверное, тогда и получайте деньги за эту квартиру. Финансово у вас должна какая-то быть копеечка, независимо от этого парнира. Это ваш страх. Пожалуйста, его подкрепите каким-то образом. Почему я заработаю? Потому что это просто ваша адаптация в стране, будет гораздо легче идти. У вас будут и контакты, хоть и онлайн вы чувствуете себя при деле. Или будет, будет денежка, у вас будут деньги просто ходить куда-то гулять, что-то покупать. В кафе и ресторан это никогда не было бесплатным. Независимость. Вам от этого мужчины все равно нужна независимость. Тем более он такой прогрессивный, адекватный. Поверьте, вы потом мне спасибо за это скажете. Очень многие девчонки все это бросают, теряют. А потом, спустя лет 5-6, очень сильно этого хотят. А вернуться к этому, к независимости или начать как-то зарабатывать, когда ты потерял большой промежуток в 5 лет, это очень трудно к этому. Вообще единицы могут к этому вернуться. Явно не большинство. Потом из этого неудовлетворенности жизни, претензий всего вылазит, злость там на окружающих, на страну и вся вот эта история, адаптация. И все, короче, кубарем идет, и парень во всем виноват и тому подобное. В общем, вы поняли, да? Финансовую я бы посоветовала какую-то независимость. И второй пункт, на который бы я обратила внимание, это не является каким-то красным флажком. Чисто вот мое, тоже по моему опыту. Чисто я бы отметила, что у вас очень были долгие отношения, 4 года на расстоянии. И отмечаю, что все какие-то сподвижки с ваших пинков идут, да? То есть вы... Могу все расстаемся, окей. Он такой, ну давай на сближение идем. Я там тот и тот, он принимает хорошо условия, он молодец, но условия выдвигаете вы. То есть от него инициативы по минимуму идут, да? То есть у него что-то какой-то свой пунктик есть, не хочет он, допустим, назовем со свободой каким-то образом расставаться. Поэтому я бы вам посоветовала как-то с ним договориться объективно и так далее. Условно, я к тебе переезжаю, но мы пойдем сразу подавать документы на бракосочетание в ЗАГС. Короче, оговорите сроки, пожалуйста, бракосочетания. Или распишитесь в ЗАГСе, как здесь делают, а потом, например, через полгода, через год или там лету, ближе, делайте пышную свадьбу с белым платьем, церемонию для родственников и друзей, как здесь принято. То есть очень многие идут расписываться, потом в течение только года или еще дольше делают свадьбу. Почему это важно? Потому что вы вот видите от него инициатива минимума. Кто, блин, знает, как он себя поведет? Если вы хотите семью, люблю вот эту вся историю, не хочу, очень боитесь разочароваться, вы, пожалуйста, подстрахуйте тебя заранее вот этими какими-то гарантиями свадьбы. Если вы ему так легко про деньги, про все условия выдвигаете, он на них соглашается, ну, про свадьбу тоже попробуйте. Не прям как давление, ну, хотя бы, ну, понимаете, да, к чему я, чтобы у вас какие-то гарантии были. Если они уже есть, то это классно. Нет, понимаете, я боюсь того, что вы приедете, вам уже 27 лет. Я к тому, что не то, что уже последний поезд, или что вся вот эта история, не, я не за это. Я к тому, что вы потеряете вот эти годы интересные. Вдруг, кто знает, растянется на 2-3 года, опять это непонятно, свадьба, не свадьба. И, например, пока вы просто ваши нервные клетки сэкономите, пока вы начнете условно истерить, предъявлять ему, он такой, а, ну, свадьбу мы же хотели. А, ну да, пойдем, пойдем. Через 3 года дойдем до ЗАГСа и так далее. Чтобы вам было спокойнее и надежнее, вот этот вопрос свадьбы тоже говорить, прям не стесняйтесь задавать вопрос. А когда? Вот я переехала. Через сколько мы пойдем в ЗАГС? Та-та-та-та-та. А почему можно не стесняться? Вы с ним уже 4 года. Вы вправе задавать такие вопросы. Не бойтесь его там спугнуть или еще что-то. Нормально, адекватный парень, вроде как-то плохо себя не... Вообще, молодец. Принять вас обратно, вступить в отношения после какого-то мужчины для турка, это вообще героизм, я считаю. А если он вас не докапывает, не капает на мозг с какой-то ревностью на тему промежуточных отношений, которые были, вообще шикарный вариант. Все нормально, все в порядке. Но я вам хочу сказать, что у вас какие-то есть определенные свои страхи, может какой-то пример не очень приятный был из окружения и так далее. Вы что-то очень сильно боитесь вот этих серьезных отношений. Здесь какой-то у нас пунктик есть. Я бы вам обратить просто на себя внутри посоветовала внимание, почему вам это так вот, прям вот это вот как-то вот-вот... Понимаете, вроде все нормально, а вы очень обеспокоены и тревожитесь. Может быть, зазря, кстати. Так, в принципе, все в порядке, классно. Я бы вам посоветовала не стесняться задавать вопросы, которые вас интересуют, протекцию по поводу свадьбы, пораспросить его планы. И когда приедете, сразу старайтесь как можно быстрее учить язык и общаться с местными. Если даже не можете язык, знаете, вы постарайтесь хоть как-то на пальцах общаться с местными. Ваша адаптация и социализация здесь в обществе пойдет гораздо быстрее, вам будет гораздо легче и меньше будет отторжения. Не закрывайтесь, пожалуйста, в ракушечку, как многие это делают. Старайтесь общаться с людьми, узнавать их здесь. Вот такой мой комментарий. Девчонки, пишите, что вы думаете, что посоветуете девушке. Если хотите поучаствовать в марафоне с 3 февраля, пишите мне на почту, почту в инфобоксе под видео. Тема письма «Хочу в марафон». Если вы хотите консультацию от меня как психолога, в теме письма «Консультация». Если ваша история, как у девушки, на канал прислать, пишите в теме письма «История». Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.